ребята всем привет мы сейчас вышли на улицу вот такая вот у нас погодка мы приехали волгринс потому что надо купить обычное мыло для посуды уже такие вот мелочи которые обычно покупаем заканчиваются поэтому мы вот в масочках я смотрю пока народ на улице без масок вот но уже кто-то там поглядывает машины наблюдает как я снимаю а сейчас мы пойдем волгринс сейчас мы волгринс здесь вот была бумага вот как видите ее здесь нету и здесь вот такое объявление что они дают две упаковки на одного человека и такой блок воды из двадцати четырех бутылок тоже на одного человека посмотрите тоже раз купили здесь эти для уборки тоже все раскуплено сушительные действительно прямо апокалипсис какой-то вот для детишек я тоже говорила что лучше конечно закупиться то что необходимо если будете на карантине если сидеть уж дома я смотрю вот покупатели там были без масок вот у нас тут вода здесь вот только такая дорогая вода осталась но и сода обычную воду раскупили вот опять тоже здесь кстати если вам придется сидеть дома на карантине вот такой вот способ чтобы не покупать воду а именно купить фильтр для воды намного будет дешевле можно будет воду пить из-под крана вот пожалуйста я чихаю сейчас все набегут на меня что я тут этот чихаю вот здесь тоже написано что из-за большого спроса них теперь лимит 4 на 1 покупателя 4 штуки здесь были перчатки только федерико в маске ходят кстати памперсы тоже можно использовать в качестве маски видели такой прикол в интернете вот уже в магазинах вот такая информация про коронавирус что нужно мыть руки держать дистанцию прикрываться если кашляете и все что вы трогаете обязательно дезинфицировать мы стоим в очереди что там у людей он видите корзинка покупают подгузники прокладки вот такая у нас классная погода после магазина обязательно руки моем дезинфицируем можно снять маску теперь у меня есть еще вот такая маска короче мы готовы концу света а спиртяга едем сейчас мы в русский магазин мы хотим взять там творог нам нужно взять берег любит кефир но там снимать не разрешают в этом русском магазине не знаю почему пока едем расскажу вам истории которые я тут прочитала и что вообще происходит сегодня нам или вчера пришло письмо от нашего комьюнити что они все закрывают что тренажерный зал они будут мыть там чуть ли не каждый день любые собрания всякие мероприятия все отменяется в общем режим и такое чрезвычайное положение и кстати тоже америка объявила то есть были некоторые штаты сейчас уже вся америка объявили чрезвычайное положение и еще такой тоже был случай проверили президента америки трампа на коронавирус и он ответ был отрицательный вот буквально недавно об этом сказали в новостях и а до этого у него спрашивали вот вы до этого встречались с пресс-секретарем по-моему в бразилии у него оказался тест положительный то есть у него коронавирус еще с кем-то там встречался тоже у него коронавирус говорит вы собираетесь вообще делать тест как себя чувствуете он говорит не не у меня все нормально кто-то расстроился и значит еще один был случай в штате орегон там пожилая женщина сидела на парковке около 45 минут ждала когда кто-нибудь пройдет чтобы есть сделали покупки продуктов магазине потому что она боялась выйти из машины все это время но потому что она понимала что она в группе риска остановила девушку там чуть ли не разбила стекло дала есть 100 долларов говорит пожалуйста сходите в магазин за меня купите мне продуктов помогайте своим соседям вдруг у вас кто-то там рядышком живет бабушка или дедушка какие-то одинокие же которые не могут сами сходить ну и они одни там может быть по состоянию здоровья или потому что они боятся идти поэтому помогайте и вот с отцом педерико получилось что он там один но вроде кстати там женщина сверху которая живет она согласилась покупать ему продукты поэтому спасибо ей большое что она выручила вот так уж нас так что более-менее мы сейчас успокоились что хотя бы его отцу могут покупать продукты прочего приехали в холлфуд потому что по дороге нам было здесь удобнее заехать первым поэтому еще зайдем туда мы просто ждали чтобы меньше было народу я говорю но меньше народу будет и меньше всего останется все раскупят поэтому на самом деле вот панику не хочется создавать да но таким образом люди сами создают когда все начинает скупать ты просто понимаешь что ты останешься без еды поэтому приходится тоже все скупать охотники за привидениями все люди без масок идут нормально сегодня у нас 14 марта и вот такая вот ситуация здесь все спокойно все нормально никто не кипишует кстати здесь всегда перед входом стоят вот такие вот влажные салфетки которые дезинфицируют вот эти ручки здесь написано что извините но все закончилось вся заморозка все уже все распродали хлеба тоже нет все супы смотрите в коробках которые долго и вот хранятся все распродано тоже здесь тоже все распродано знаете на самом деле сейчас тяжело в америке получается что многие заведения все закрывается но рабочие места все это закрывается тоже никто не работает люди без денег получается сидят вот те кто работает как раз таки на профсоюз на юнион здесь это называют и работает больше года они могут получить хоть какую-то там компенсацию что-то такое а если вы просто работаете на какого-то там частного предпринимателя то вам ничего не дадут также я еще нашла информацию что вот сейчас начинаются вот эти все тестирование если вы заболели вы должны позвонить договориться о записи ну и как бы что в это время вы приезжаете вот этот через этот пункт drive-thru то есть вот такая система будет что вы именно проезжаете я вам сейчас покажу видео как это происходит то есть вам не нужно никуда идти ни в какую больницу чтобы лишний раз не заразиться то есть вы сидите в своей машине и просто к вам подходит врач он у вас берет вот этот мазок и вы дальше едете там через какое-то время будет результат этого теста тема в южной корее такую систему применяли сейчас это здесь но вот кстати трамп сказал что через месяц уже будет 5 миллионов тестов это точно поэтому посмотрим ну то есть сейчас тестирует да ну уже лед тронулся уже хорошо это же один интересный случай произошел какой-то чувак он видать заболел он сдал вот этот тест на коронавирус и ему надо было куда-то срочно лететь и вот он с нью-йорка полетел во флориду и пока он там летел видать экипажу доложили что у них в самолете есть больной с коронавирусом в итоге всех кто рядом там сидел отделили их пересадили я не выдумала как пересадили что им сказали возле вас больной с коронавирусом сказали тем кто рядом сидел когда они уже приземлились то есть не во время полета сказали что вот возле вас там есть больной а когда уже приземлились видать чтобы не создавать панику но естественно потом его уже там забрали просто он не дождался теста положительный или отрицательный в итоге у него был вот положительный тест и этот я не знаю сейчас там будут изолировать вот этих всех кто там был вместе с ним в этом самолете сейчас уже вечер мы едем домой сейчас будет что-нибудь готовить вкусненькое и вот дома просиживать все эти дни кстати вот а netflix и amazon тоже ну так как они понимают что сейчас все засядут дома и они там какую-то тоже программу готовить чтобы можно было что-то смотреть вот поэтому так что скучать не придется я пока там монтировала видео федерико здесь уже приготовил всякие вкусняшки вот знаете это вообще опасно сидеть по изолированным потому что наедаешься вот это все точно не похудеешь вот и здесь видишь на левник вы Весничка? Нет, почему не? Мелла? Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok